Не прекращается на форуме процесс подписания соглашений. Стенд Новгородской области не пустует. Еще один гость посетил стенд Новгородской области. Станок для печатания денег опробовал Евгений Примаков, руководитель Федерального агентства по делам сотрудничества независимых государств. А третий день форума стал самым насыщенным по количеству подписанных соглашений. В этом году завершится первая очередь строительства в области битумного терминала. Он обеспечит снабжение асфальтобетонных заводов, а главное снизит затраты на строительство и ремонт дорог в регионе. Кроме того, в Новгородском районе появится крупнейшее производство микроэлектронных модулей научно-технологического центра «Модуль». Это значит, что новгородский бизнес планирует развитие, планирует инвестицию. Наша задача максимально коллег поддержать в этих начинаниях и создать максимально благоприятные условия для инвестиций. В Боровичах планируется строительство картонно-бумажной фабрики. Объем инвестиций более 850 миллионов рублей. В особо экономической зоне Новгородская появится новое сельхозпредприятие по переработке рапса. Вот компания «Механикс», больше известная новгородцам как производитель бренда одежды «Верста», всерьез задумалась об импортозамещении. Теперь весь текстиль будет производиться на территории Новгородской области. Фактически это будет полностью новое производство, и это производство будет построено на этих технологиях впервые в России. Такого пока еще нет. И все, что сейчас здесь продается, вводится из-за границы. И мы строим данные проекты не только исходя из внутреннего потребления, но и с прицелом на экспорт. Также сегодня был подписан ряд соглашений со стратегическими партнерами нашего региона. Это РЖД, и здесь речь не столько о новых маршрутах, сколько о серьезной поддержке в создании технопарков. Компания «Росавтодор» планирует серьезно развивать системы искусственного интеллекта в дорожной инфраструктуре региона, в том числе беспилотный транспорт. «Акрон» вновь инвестирует в социальную сферу. Сумма более 100 миллионов рублей. На базе «Новгу» будет создан Центр противодействия вовлечению молодежи в экстремистскую деятельность. Часть средств пойдет на ремонт детской областной больницы. Так как мы чувствуем такой большой отклик со стороны губернатора Андрея Сергеевича, со стороны руководства области, то у нас и возникает желание и продолжать творить добро, потому что мы так считаем, что творить добро – это не долг, а привилегия. Еще одно соглашение между ВПРФ и правительством области поможет решить вопрос строительства школ. До 2024 года в регионе планируется ввести 5000 новых мест для школьников. Справиться с этой задачей поможет участие в федеральном проекте, который финансируется из бюджета и средств компании участников. «Нами разработана дорожная карта. Мы активно готовим все технические документы, земельный участок, привязку для того, чтобы получить федеральные деньги в рамках конкурса, который будет объявлен в ближайшее время». Пока речь идет о строительстве одной школы в Великом Новгороде, по словам Вероники Мининой, задача не просто построить новые стены, но и наполнить их новым содержанием – создать школу будущего. Субтитры создавал DimaTorzok